МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы Республика о главных новостях прямо сейчас. 15 апреля в Чувашии 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два пациента выздоровели. Под медицинским наблюдением находится 1038 человек. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев закрыл для посещения религиозные объекты всех конфессий и кладбища. Пасхальное богослужение с Покровско-Татьянинского собора Чебоксар можно будет увидеть в прямом эфире национального телевидения Чувашии в 23.30. Оставайтесь дома. Час назад прошла очередная прямая линия рабочей группы Оперштаба по противодействию коронавирусной инфекции. Вопросов поступило, как всегда, много. Их можно разделить на две группы – медицинские и социальные. Вопросы медицинского характера касались защиты и безопасности, наличия использования средств гигиены, предупреждения распространения COVID-19. Республиканским властям пришлось пойти на крайнюю меру и запретить гражданам присутствие на службах в религиозных учреждениях. Поскольку в вербное воскресенье повсеместно был нарушен запрет на массовое скопление народа, отныне и до особого распоряжения церкви, мечети и кладбища закрыты для посещений. И здесь очень важно, повторюсь, отнестись с большой ответственностью к здоровью ваших детей, к вашему здоровью, к здоровью ваших пожилых родственников. Почему? Потому что это то самое место, где идет концентрация большого количества людей в закрытом помещении на небольшой территории. Вы не знаете, кто рядом с вами стоит. Вы не знаете, болеет этот человек или нет. Но, тем не менее, это может стать тем самым детонатором распространения коронавирусной истории на территории республики. Вы видите, ситуация сложная, но достаточно стабильная. Со стороны рабочей группы, со стороны ответственных лиц, врачей, Министерства здравоохранения принимаются все необходимые меры. Вторая группа вопросов, и их, кстати, стало гораздо больше. Карантин затянулся, деньги заканчиваются, жить на что-то надо. За поддержкой в ситуации, когда люди лишились доходов, рекомендуют обращаться в отделы социальной защиты по месту жительства. Из послания Владимира Владимировича следует, что все те, кто потерял работу, начиная с 1 марта, будут иметь возможность быть зарегистрированными в службе занятости в качестве безработных и получать пособие по безработице в максимальном размере. Но те, кто не осуществлял трудовую деятельность именно в рамках трудового договора, они будут получать пособие по безработице также в минимальном размере, которое предусмотрено законодательством. Что касается поддержки семей, имеющих детей, то отметим, что в текущей ситуации предусмотрены две дополнительные меры поддержки. Разумеется, на все вопросы, которые пришли за время прямой линии, в течение часа ответить невозможно. Поэтому обращения жителей Чуваширы сортируют и передадут профильным министерствам для разработки и ответа заявителям. Здравствуйте. Повтор прямой линии рабочей группы Оперштаба по борьбе с коронавирусом вы сможете увидеть на нашем телеканале сегодня в 20.30. Шесть автомобилей в безвозмездное пользование на время пандемии получили волонтерские центры республики для работы. Четыре городской штабы, два волонтера проекта «Мы вместе». Так, группа компаний «Альянс Авто» решила помочь в борьбе с распространением коронавируса в регионе. Автомобили предназначены для доставки еды и медицинских препаратов. Эти автомобили будут ежедневно проходить антисептическую обработку, техническое обслуживание на территории наших дилерских центров. Мы выделили эти автомобили до 30 апреля. Если ситуация не улучшится, то до конца нерабочих дней, скажем так, до конца окончания самоизоляции. Мы верим, что только объединив усилия, мы можем справиться с бедой и снизить риск числа заболеваемости населения Чувашии. Реконструкция Красной площади Чебоксар близится к завершению. Ход работ находится на постоянном контроле временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Эта территория пока закрыта забором на время строительных работ. На видеокадрах, снятых квадрокоптером, уже заметны контуры национальных орнаментов. После реконструкции Красная площадь Чебоксар станет именно такой, какой ее задумали архитекторы. В проекте «Сухой фонтан» – сценическая площадка над водой, музейно-выставочный центр и даже павильон советских игровых автоматов. Музейно-выставочный центр, экспозиции которого мы бы хотели привозить с разных музеев города и республики, постоянно проводить обмен. Здесь, вот рядом с колесом, будет, сейчас вот она по факту будет чуть по-другому перестанет, например, здесь будет песочница и кафе. Здесь хорошая детская спортивная зона. Как правило, сюда люди выходили только на большие праздничные мероприятия или выходные дни. А мы бы хотели, чтобы это стало постоянным центром притяжения. Завершается сложнейший этап работ – укладка гранитных плит. В проекте реконструкции Красной площади заложено не только благоустройство. Немало средств ушло на замену старых коммунальных сетей и ливневых стоков. Открытие намечено на июнь. Реконструкция Красной площади крайне важна для развития туризма, отметил Олег Николаев. Республика вошла в число 22 регионов, которые получили федеральные субсидии на создание кластера «Чувашее сердце Волги». Преобразится и набережная столицы региона. Задача – создать комфортное место для отдыха горожан. Подрядчики готовы приступить к работе на год раньше. Олег Николаев поручил обратиться в федеральный центр с просьбой о переносе, финансирование реконструкции залива на этот год. Благоустроят не только набережную. В ближайших планах – очищение дна залива от иловых отложений. А для этого необходимо отрегулировать вопросы разграничения полномочий по содержанию территории, отметил в Рио главы региона. Дмитрий Ковалев, Павел Редков, Республика. Это главные новости к этому часу. Следующий выпуск программы «Республика» в 18.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин